В общем, все-таки я планировалась лекция, не 7 лекций, это опять мой словесный понос на тему, как разрабатывать и не надо. По просьбам, так сказать, трудящихся, решил немножко рассказать про проект, который начинался, что называется, за здравие, и закончил, но пока что печально, на текущем этапе. Ну и, в общем-то, хотел пояснить, немножко рассказать про историю вообще, как он создавался, какие у него были такие вот итерации развития проекта, и почему даже какая-то эволюция с технички, эволюция разработки, она не привела к успеху проекта как такового. То бишь, ну, какова цель этой лекции? Ну, наверное, в целом, в принципе, показать, что надо ждать чего угодно и быть готовым к чему угодно в проекте, в коммерческом. Ну и также какое-то понимание, что проекты запускаются и умирают, и это норма жизни. То бишь, как бы, не надо ждать, что любое какое-то решение, оно будет, окажется успешным и принесет всем счастье и много денег. Поэтому это такая вот, как я обнаружил, вещь, с которой тоже немножко трудно разработчикам смириться, потому что они как бы вкладывают время, силы, душу и прочие части своего тела во все это мероприятие. И по факту потом это заканчивается печально, ну и надо как-то людям объяснять, почему это закончилось, собственно говоря, печально. Вот, я сегодня без презентации, как вы уже могли заметить, я начал ее рисовать, кто тут на днях, нарисовал 50 слайдов, еще даже далеко не закончил и понял, что это. Что мы тогда к утру не закончим, поэтому я немножко так в формате импровизации расскажу про него, постараюсь какие-то моменты осветить про техничку, как она развивалась и какой-то, в принципе, вот такой взгляд, что ли, на проблему со стороны именно технического состава в достаточно крупном проекте. Вот, ну, естественно, при желании, там, по мере выступления или еще чего-то, можете что-нибудь спрашивать, уточнять, если вы хотите что-то узнать более подробно о том, как происходило в проекте, я тоже, насколько смогу, расскажу, сколько всего могу и не упомнить. История достаточно такая насыщенная получилась. Вот, ну, в общем-то, ладно, будем это тогда начинать. В общем, как вы все, наверное, помните, да, я представляю, 404 группы, это такая вот инвестиционная группа. То есть, что вообще означает понятие инвестиционная группа? Это есть некоторая кучка людей, у которых есть деньги, и они хотят эти деньги вкладывать в новые проекты. То есть, на проекты мы можем, в частности, придумать сами, начать их развивать и делать, либо мы можем найти какую-то интересную идею со стороны и попытаться ее развить. Ну, собственно говоря, особенно сейчас, когда мы запускаем новые такие вот подразделения, направленные на то, чтобы именно привлекать сторонние проекты, это такой достаточно острый, актуальный момент. Это весь инвестиционный рынок. Ну, тем не менее, суть в том, что где-то, наверное, в декабре 2012 года появилось такое желание у компании создать продукт, который был бы таким вот, знаете, что ли, ну, не то, что флагманом, да, но что-то такое большое и светлое, что было бы людям интересно и полезно, и действительно там как-то по кайфу использовать, то, что не было направлено, в первую очередь, на извлечение коммерческой выгоды, и скорее было бы каким-то вот таким вот, я не знаю, что ли, источником престижа для компании. Типа вот мы вот такие, мы делаем вот такой вот продукт, и он всем нравится. Ну, естественно, для такого продукта было выбрано направление самое такое, не знаю, минимально коммерческое в основе своей, это социальная сеть. Ну, я, скажем так, здесь не буду употреблять именные названия, там особо люди догадливые и так смогут найти, почитать и догадаться, о чем я веду речь. Ну, скажем так, будем избегать перехода на личности. Вот, соответственно, была придумана концепция этой социальной сети. Конечно, была некоторая группа людей по интересам, они могли делиться там какими-то вещами, комментировать, загружать контент, делиться контентом. В общем, ну, классическая такая вот идея социальной сети. Казалось бы, что может быть хуже в качестве идеи, поскольку социальной сети уже наизобретали достаточно, и, как вы, наверное, знаете, крайне редко какая сеть выстреливает. А дело, за человеком делать чуть ли не каждый день, не бросают тоже, собственно говоря. Ну, у нас были как-то, естественно, какие-то положительные на эту тему мнения, что должно получиться, поскольку сама по себе тема оказалась интересной, и были всякие разные перспективы именно для коммерческого развития, что немаловажно для людей, управляющих компанией. Ну, и, как бы, что немаловажно, тоже были ресурсы. Потому что люди, которые начинают делать такие вот стартапы, социальные сети, еще что-то, они, как правило, обладают либо ограниченными бюджетами, либо еще какими-то инвестициями, которые они смогли привлечь, и находятся в достаточно таком серьезном формате дедлайна. То бишь, вот у них деньги, они обязаны из них получить какой-то выхлоп, и если это выхлопа не стало, то все, проект закрывается. Так все стартапы умирают. У нас это оказалось более немножко перспективным, потому что, насколько все-таки это наш собственный проект, и у нас достаточно было средств, чтобы его поддерживать очень длительное время, поэтому было больше возможностей для экспериментов и так далее. Но, к сожалению, начало было не очень гладкое. Я вообще, собственно говоря, сам лично позиционирую это начало, как такой вот, что называется, еще самый первый предвестник того исхода, к которому проект пришел. То есть, как я сказал, где-то в декабре 2017 года появились люди, которые пришли в компанию с идеей построения продукта, и идея понравилась, и поэтому мы взяли этот проект под крыло. Собственно говоря, я более-менее занимаюсь тем, что курирую все-все проекты, которыми занимается компания, ее подразделения, но это было одно из таких вот, не знаю, что ли, партизанских направлений, куда меня особо не привлекали, и я не знал, что там происходит. Но, как бы, я общаюсь с руководителями компаниями и узнав, какие люди там присутствуют, я, в принципе, понял, что нас там ждет. Случилась такая ситуация, что привлекли к разработке одного человека, который в прошлом сотрудничал с компанией и, в принципе, смог сделать коммерчески успешный продукт, потому что это был технический специалист, который считался достаточно, ну, таким, как сказать, скилловым. Я таких людей собилизываю самураями. То есть почему так? Потому что это такие люди, которые считают, что они обладают чрезвычайно высокой компетенцией и квалификацией во всем, что касается разработки, и как-то у них немножко такое, знаете, завышенное ЧСВ, и поэтому эти люди, чем опасно, они считают, что к ним не применимо вообще никакие правила здравого смысла, какие-то там общие подходы и гайдлайны и прочие такие вот вещи, которые неизбежны и важны в функционировании нормального проекта, успешного. Вот. Этого человека, собственно говоря, позвали. Ну, естественно, я как бы знаком, в самом деле, творческого человека, и там один из проектов, который я веду, я уже, наверное, третий год пытаюсь реанимировать и вывести из технологического кризиса этот проект, построенный этим человеком. Так что я когда, в принципе, услышал, мне как-то одного имени уже хватило понять, что получится что-то печальное. Вот. На том я в этот момент отстранился от проекта. Это было, напомню, еще раз в декабре 2019 года. Ну, на тот момент команда была достаточно небольшая. Был, как раз, наш самурай, которому было поручено все спроектировать, продумать, чтобы оно там, знаете, это было расширяемым, там, и масштабируемым, и черт знает каким. Вот. Сказал, что, типа, в перспективе, если это пойдет хорошо, то у нас там будут средства, чтобы его какие-то идеи по масштабированию и по расширению развивать. Вот. Но этот товарищ немножко не понял такую вот ситуацию, что изначально денег, в принципе, не было у проекта, но то, чтобы, не знаю, покупать десятками сервера, а что-то еще делать, ну, никто так не делает. То есть, если мы запускаем проект, то мы, как правило, запускаем его на какой-нибудь там одной из железки, на одной машине. И задача команды разработки придумать такую архитектуру, такую вот, такую структуру приложения, чтобы на одной из железки все это разместить, и после того, как железки станет недостаточно, более-менее как-то вот плавно и без особой боли разъехаться на более расширенный парк машин. Вот. Но этот человек как-то вот сразу не это, этого момента то ли не понял, то ли не хотел понимать, и начал творить что-то такое безумное, как я впоследствии узнал. Ну, и помимо этого человека, ему наняли там какого-то одного или двух малоопытных программистов, которые, по сути дела, занимались тем, что делали всякую ерунду, всякие такие вот, не знаю, текучки, простые задачи, ну, естественно, как бы в святую и святых, там, в устройство системы и прочие вещи, их не посвящали, что, хотя, в принципе, тоже является глупостью, поскольку это люди, даже если они начинающие, они все равно как бы стоят у истоков проекта, и впоследствии, если проект будет развиваться, они будут переходить в категорию более опытных, и чем эффективнее проект, тем стремительнее происходит этот рост, и если люди в этот момент не понимают, что происходит, ну, это как бы дело дрянь, потому что нет ничего хуже, чем проект, в котором есть один или два там незаменимых безотказных человека, которым платят огромные деньги лишь бы за то, чтобы они сидели ровно на пятой точке и там доблестно боролись с проблемами, которые они сами придумали и сами знают, как бы чинить. Вот. Это вот как бы очень хорошо характеризует человека, который занимался разработкой этого проекта. Он что-то проектировал, было два менеджера у проекта, которые были идеологами, как раз те люди, которые нашли нашу компанию, наших учредителей, и заключили с ними какое-то сотрудничество на тему разработки этого проекта под руководством нашей компании. Соответственно, они придумали какую-то идеологическую подоплеку, описывали функциональность, думали, что должно находиться в конечном продукте и как его монетизировать и так далее. Вот. Изначально, естественно, была идея в том, что мы сделаем бесплатную социальную сеть, в которой будет упор на интеграцию с платными поставщиками контента, как какими-то, не знаю, внешними магазинами, так и независимыми поставщиками индивидуальными. И за счет этого сразу как-то выходить на уровень, если не прибыльности, то окупаемости. Поэтому план был такой. Соответственно, сидел этот человек великий и где-то, можно знаю, полгода придумывал, а, там, какую-то условную схему базы данных, в которой он описывал, как все должно быть устроено. Он пытался там, что-то там, какие-то парсеры сторонних магазинов безумные, чтобы нарисовать прототипы сборки всего этого барахла. И он же занимался, ну, там, какими-то еще вещами, типа изучения всех новых водных технологий, которые, безусловно, перспективны, и поэтому должны пойти в основу этого проекта. Вот. Ну, с тех пор я, там, после этого вот такого краткого брифинга в проект в декабре, я не слышал о нем ничего, до где-то, вот, наверное, апреля, середина апреля, мая уже 2013 года, когда ко мне пришел мой руководитель и сказал, что, дескать, там вот ребята уже делают полгода проектик, но непонятно, что они делают, надо как-то залезть туда в техничку и посмотреть, что там происходит. Вот. Ну, я пришелся, смотрел, с людьми пообщался, познакомился, посмотрел и, в общем-то, по большому счету ужаснулся. То есть, ну, несмотря на то, что у нас там уже, как бы, вот, там, 2013 год на дворе, все было достаточно архаично, не было каких-то выстроенных нормальных практик совместной работы, сидел один человек, который держал в уме всю свою архитектуру, не было никаких документаций, никакой информации о том, что он вообще делает спустя несколько месяцев. Все это находилось только в его светлой голове. И рядом сидели, там, парочку начинающих программистов и занимались всякой фигней. Писали, там, форму регистрации или еще что-то. Вот. А дальше я, соответственно, начал разбираться в том, что вообще происходит внутри этой, внутри технической составляющей. Ну, тут я сразу, как бы, это поразился и ужаснулся, потому что, ну, люди чуть ли не все, все и сразу напихали на одну маленькую, там, железку, которая стоила, там, ну, не знаю, может быть, 200-300 евро, но это совсем смешные деньги для железа. Вот. Придумывание такое. Изначально, собственно говоря, ну, сам по себе этот человек, он достаточно давно и плотно работал с Майской, другой религиозной базы данных, поэтому он, естественно, взял ее за основу. И я, в первую очередь, когда изучал все это по деле, я изучал именно структуру базы данных и более-менее таким своим уже наметанным взглядом увидел там все те симптомы, проблем, которые, с которыми я борюсь сейчас в других проектах. Ну, знаете, прям-то так вот. Одного взгляда на схему, там, можно было увидеть абсолютно все эти подходы в корне своем идеологически неверно, и это был как такой вот, ну, не знаю, прямо какой-то, не знаю, премиум набор или еще что-то, все в одном. То бишь, все проблемы сразу гарантированы были после выхода в продакшн. Но это было еще как бы ничего, поскольку такая, самый забавный человек сразу знал, что такие проблемы будут, и он считал нормальным, что это надо решать не средствами баз данных, а какими-то внешними вещами. То бишь, использование, я не знаю, каких-то неэффективных storage engines в MySQL или приемы там с блокировками с ротациями таблиц. Ну, то есть, вот такие вот стандартные вещи, которые совершенно паразитны в базе данных и легко их можно избежать. Для этого был выбран, соответственно, сразу продукт для кэширования данных, такой вот слой кэширования, который стоит снаружи. Для этого был использован ММК-HD, такой достаточно уже устоявшийся продукт, ровно для того, чтобы хранить в памяти какие-то данные и быстро их запрашивать по ключам, их значения. Но это еще не все, поскольку там была такая вот штука, как полнотекстовый поиск, которая сразу предполагалась внутри продукта, то для этого был взят движок полнотекстового поиска под названием Sphinx. Sphinx, это тоже такой независимый продукт, так сказать, нашего отечественного производителя, крайне безумного. И он тоже исторически хорошо работает с MySQL, ну, хорошо это в кавычках, в том смысле, что на больших объемах он неизменно начинает тупить, падать и долго там индексировать данные. В общем, это все такое, одна большая сплошная боль. Вот это все бы закладывалось. Ну и там какое-то, в довершении всего этого безумия, там возникала такая проблема, что какие-то вещи, типа там, отдачи контента должны были быть масштабируемы, и их можно было расцветодачивать по серверам и быстро отдавать больших количеств. Для этого была придумана какая-то совершенно космическая идея, типа использовать какой-то Big Data движок типа Hadoop и так далее. В общем, вот это все странное безумие было попытка уместить на одной железке в теории и как-то на все это навесить какую-то архитектуру, структуру. Ну, я думаю, что если так вот вы, в принципе, не знаю, даже если сильно с этими технологиями не знакомы, но все равно надо понимать, что когда вы проект начинаете, что нет ничего хуже, чем сразу в него как-то закладывать огромное, большое количество всяких технологических штучек, с которыми вообще нет опыта работы, потому что это, да, количество запустится, но потом это все приведет к большому количеству проблем. Это не является успешной стратегией быстрого старта проекта, что на самом деле требуется, как правило, от стартапа. Этим грешат очень многие стартаперы, поскольку они выбирают технологии не по принципу здравого смысла, адекватности, умения с ними работать, стабильности, а по принципу, что это модно, интересно, и это используют какие-то там, не знаю, крупные компании, крупные всякие, не знаю, продукты типа Twitter или Facebook. Какая крайне категорически большая ошибка и очень, если честно, до безумия идиотичная, поскольку, ну, скажем, тоже Facebook, у него совершенно другие бюджеты, и они могут себе позволить, я не знаю, там поставить кластер в 200 серверов и напихать на него кончую иню. И это будет так. Деньги на это потрачены, и будут для них мелочи, разменными. А в классических стартапах, когда инвестиции сильно ограничены, никто об этом не думает. И ладно, что технари об этом не думают, они, в принципе, не должны думать о деньгах в проекте, они должны думать о техническом развитии. Но об этом также не думали и идеологи проекта, и их начинатели, которые, к сожалению, не были компетентны в, в принципе, в расходах на техничку, в расходах на трудозатратах, на развитие проекта и так далее. Поэтому получилось, что получилось. Люди сидели, работали полгода, потом к ним пришли учредители, спросили, типа, вот, где ваши результаты? Результатов пока что не оказалось, сроки надо передвигать, мы еще не готовы. Вот, как я и сказал, я в это дело все вмешался, посмотрел и понял, что там все очень печально обстоит, поскольку есть какая-то безумная архитектура, есть какие-то глобальные идеи, но по факту там работает только страница регистрации и вход через социальные сети, и тот, по-моему, чинили неоднократно с того момента. Все остальное было в очень разрозненном состоянии, не было ни одного собранного модуля, все верстки были в каком-то там смешанном, странном стиле, все верстку отдавали на заказ сторонним людям, то одним, то другим, то третьим, и в результате получилась такая вот мешанина из барахла, которую никто не представлял, как собрать. Но когда я пришел, соответственно, я посмотрел на все это дело немножко, осмыслил, вник в процесс, и примерно в тот момент у нас начался такой, знаете, второй этап развития нашего проекта, второй итерацией, когда мы начали пытаться что-то из этого все-таки предпринять. Это как раз началось где-то в мае 2013 года, и первые попытки были, на это был месяц, в принципе, затрачен, начали с того, чтобы пытались наладить вообще технологический процесс в проекте. То есть были выданы какие-то требования к оформлению кода, программисты были заставлены привести код в порядок, вычистить всякий хлам, убрать оттуда все ненужное и все безумное, и были внедрены какие-то практики по работе с ГИТОМ, чтобы был осмысленный рабочий процесс, контролируемый. И, в общем-то, людям дали, собственно говоря, месяц на то, чтобы это все осмыслить и понять и предпринять. Было требование задокументировать все текущие наработки по архитектуре и требование как-то спилить лишнего из архитектуры и запуститься на минимальных объемах, чтобы потом думать, что будет происходить. Потому что когда я пришел, я общался с человеком, который отвечал за всю эту архитектуру, и он мне нарисовал и объяснял всю свою космическую платформу, которую он хочет сделать, я у него спросил, как бы ты понимаешь, что у нас все-таки один сервер, и все это барахло тупо не уживется вместе, поскольку оно по создаваемой нагрузке вообще друг другу перпендикулярно и будет мешать. Ну, как бы вот человек так на меня посмотрел, сказал, что меня не ограничивают в ресурсах, и мне сказали делать, как делать. Я говорю, ну, как бы хорошо, что я не ограничиваю в ресурсах, но тем не менее ресурсы одни по факту ограничены, и запускаться и работать все равно придется точно полгода на одной железке. В общем, человек расстроился, еще больше он расстроился всем попыткам внести какой-то законный порядок во все происходящее, и отправился это все отчаянно совершать. Ну, это все осложнялось тем, что они как раз под майские праздники должны были запустить какой-то там первый с укороченной функциональностью, чтобы какой-то закрытый фокус-группе пользователей отдать все это дело в разработку и в пользование, и получить какой-то самый первый фидбэк. Вот. Соответственно, естественно, релиз провалился, никогда так они бета-продукты не запустили, потому что люди сидели все майские, и в авральной пытались одновременно навести порядок, прикрутить все свои верстки, допрограммировать регистрации, и хоть какую-то там анкету с опросом по предпочтениям контентным запустить в рамках этого продукта. Ну, естественно, они пытались-пытались, проработали все майские праздники, в результате ничего у них не получилось, и было принято решение на очередном собрании, что типа мы отменяем предварительный релиз, и дальше мы, как это, находим порядок месяц и думаем, что делать и как дальше. Ну, приняли хорошо, все разошлись, я тогда еще тоже в мае уехал в отпуск, там по некоторым личным обстоятельствам на две недели, и стал ждать результатов. Соответственно, в конце мая я тогда вернулся из отпуска и решил оценить, что там и как происходит, какие-то попытки у людей произошли сделать, сделать какое-то подобие порядка в своем хозяйстве, но это все выглядело крайне печально. Это вот еще один такой, знаете, ключевой момент, который приводит очень часто к тому, что проекты загибаются, а именно, что люди не понимают смысла вообще какого-то порядка в проекте, каких-то общих принципов разработки, которым все должны следовать, конформировать. И, как правило, когда таким людям говорят, давайте мы это все исправим, они садятся и тратят там, условно говоря, какой-то там день-полтора, и этим ударными темпами наводят какой-то лоский марафет в том, что имеется, а дальше начинают работать как раньше. и паразитировать на собственном продукте, который они только-только привели в человеческий вид. И поскольку эти люди не понимают необходимость постепенного и системного подхода к разработке. Это, на самом деле, одна из, как сказать, одна из важнейших вещей, на самом деле, в командной разработке, в коммерческой разработке, потому что люди могут быть хорошими программистами, плохими программистами, и продуктов идеальных, в принципе, тоже не бывает. Если продукт, он системно сделан, то, по крайней мере, он сделан системно плохо или системно хорошо. И его, исходя из этих реалий, уже можно системно поддерживать. И это, в принципе, такой факт, но достаточно неопровержимый. У людей этого не получилось сделать, и, в общем-то, они снова закопались, и мы поняли, что ничего с этим хорошего не получается. Ну, тогда было принято решение полностью всю текущую команду разработки разогнать, привлечь новых людей и попытаться сделать какой-то осмысленный новый продукт. Ну, как бы сказано, сделано, и в июне начался вот такой вот проект, такой вот процесс, ну, фактически, повторного начала разработки. Потому что все то, что было сделано этими товарищами, оно было нежизнеспособно, нас не устраивало, и на данном этапе мы более-менее тупо все выкинули и начали писать все сначала. То есть, резюмируя, у нас прошла первая итерация развития продукта, прошло, сколько там, полгода, было потрачено очень много денег за эти полгода ежемесячно, в частности, на зарплаты людям, которые это делали, а результатов было ноль. Осталось только какое-то условное техническое задание, тоже такое очень обширное, большое в стиле этого свободного письма, из которого было сложно понять, что и как вообще происходит. Поэтому полтора месяца в июне было потрачено на то, чтобы заново реанимировать все это дело. Были привлечены консультанты по базам данных, были выпилены все технологии, было взято вполне стандартно для нашей компании PostgreSQL, который мог решать все поставленные задачи без привлечения каких-то сторонних технологий. Мы под это дело начали все заново проектировать. Для этого я в этот проект привлек людей из своего собственного отдела в компании. У нас есть такой отдел, который занимается более-менее всеми задачами, которые требуют какой-то квалифицированной помощи. То есть люди действительно с большим скиллом, очень высокой квалификацией, которые умеют быстрее и при этом качественно работать. И этим людям была поставлена задача как-то совместно взять, сообразить, что происходит, спроектировать заново и начать все делать вменяемо и по-новому. И мы начали делать вторую итерацию. Но технологически мы что-то не могли выкинуть, потому что уже были наработки, которые жалко было выбрасывать, поэтому мы оставили какой-то технологический стэк, который уже был. То есть изначально было решено писать все это дело на Ruby с использованием Ruby on Rails, поэтому мы оставили технологию как основной продукт для основной... И дальше начали делать. То есть мы все это проектировали некоторое время, сформировали какую-то архитектуру, утвердили с менеджерами, что у нас больше не будет вноситься никаких изменений в функциональные возможности до запуска. Это еще одна такая большая головная боль, когда люди что-то придумали, это все сделали, а потом начинается. Здесь не то, здесь все. Здесь надо подправить, здесь надо подкрутить, подвертеть. И в результате сроки отодвигаются, отодвигаются, отодвигаются. То есть если такие вещи не пресекаются, то это опять же потеря времени, потеря денег, потеря какого-то момента, когда нужно сказать себе, все, мы делаем точку, запускаемся, дальше смотрим уже на реакцию целевой аудитории. И исходя из этого принимаем решение о дальнейшем развитии. Мы, в общем-то, постарались прийти к какому-то консенсусу, и я думаю, что уже более-менее с начала осени 2013 года начали активно заниматься разработкой. Ну, надо понимать, что обычно люди говорят, знаете, в фичном интернете легко сделать свою социальную сеть, это занимает 2 недели, бложек, твиттер, еще что-нибудь. По факту это не занимает 2 недели, и такая разработка очень большая и масштабная. Очень много нюансов, и все те вещи, которые кажутся примитивными, ну, казалось бы, у тебя есть друзья, у тебя есть какие-то, я не знаю, последователи, подписчики, что может быть проще? По факту, когда это все достаточно развесит, и масштабные, нужно учесть еще как-то развитие на перспективу, потому что, поскольку всем, естественно, грезятся большие объемы, большие нагрузки, то выясняется, что тонкостей на самом деле дофига. И это еще одна такая типичная ошибка, которую часто особенно любят допускать лица, которые не являются техническими специалистами, и думают, что все просто и поверхностно решаемо. Молодые программисты без особого опыта, они тоже так думают, потому что, ну, когда вот смотришь на задачу, у тебя какая-то идея в голове появляется, думаешь, да, это все решаемо, и мы это сделаем так, так и так, за 2 недели. Когда ты начнешь разрабатывать, и реально вдумываться в тонкости, ты понимаешь, что ты здесь не учел, там не учел, и сроки затягиваются. Для маленькой задачи это может быть день-два, а для такого большого продукта, который уже делается с нуля, это 1-2 месяца. Поэтому, естественно, разработка у нас вылилась где-то месяцев 3-4, даже больше. И помимо, собственно говоря, той команды уже существующей, которая была привлечена, были наняты новые люди, уже нормальные люди, которых нормально собеседовали, нормально отыскивали, нормально проверяли их компетенции. И тем не менее, все равно работы было очень много, и мы очень спешили, и мы торопились, и всех подгоняли. Люди работали по вечерам, люди работали по выходным. Был очень жесткий такой аврал, в самом таком неприятном смысле этого слова. Все это подгонялось такими вот, где-то с середины октября подгонялось собраниями с руководством раз в месяц, на котором они как бы говорили, что это на самом деле там, не знаю. Наша команда виновата в том, что продукт задерживается. Хотя, ну, извините, камон, мы только два месяца делаем ваш продукт ценного с нуля. И это, естественно, создавало еще больший стресс для людей, потому что они старались выпустить продукт, и при этом выпустить его качественно. И, как бы, в ответ у всех нервов появляются такие штуки. Вот. Ну и где-то, наверное, к октябрю, к началу ноября возникла такая ситуация, что мы более-менее собрали весь продукт воедино, собрали все хотелки воедино, свели их вместе, запустили какую-то очень маленькую фокус-группу, и тут наступила очень неприятная вещь. Оказалось, что та вот концепция, которую придумали люди, занимавшиеся именно идеологической подоплекой, она вот как-то разрознена. То бишь, вот есть, вроде, прикольная штука здесь, прикольная штука там, эти две штуки, как бы, вот, они важны для людей, но по факту они между собой не связаны. И одна функция не связана с другой. И этот интерфейс получается не очень юзабеленный, приятен и хорош. И, в общем-то, люди просто находятся в растерянности. Вроде у них есть большая социальная сеть, в ней много всяких прикольных штук, но по факту они не понимают, как всем этим в комплексе пользоваться. И поэтому получается такой разброд и шатание, и, очевидно, у людей очень-очень нехорошее впечатление складывается о продукте. И, в общем-то, в начале ноября, когда уже, в принципе, было принято решение, что мы вот сейчас запустим продукт, мы его действительно доделали, мы его протестировали, с технической точки зрения, он был, насколько это возможно, выполнен идеально, если такой термин вообще применим. Но тут возникло понимание того, что мы не можем запускать этот продукт, он никому не будет нужен, ему непонятно, как рекламировать, что ей предлагать. Я напомню, что в тот момент в этом продукте основным упором, основной такой задачей этого продукта было вот именно привлечение людей, выдача им каких-то стандартных бесплатных социальных хотелок и создание какого-то потенциала для монетизации, чтобы начать это дело раскручивать. И было принято решение, что мы отказываемся вообще от какой-либо монетизации продукта, и наша задача сделать в первую очередь что-то такое, что будет действительно очень круто и целостно, и гармонично для конечного пользователя, и мы должны запустить этот продукт к концу года и потом работать всеми силами для того, чтобы его именно развить как какую-то социальную платформу. Знаете, когда речь идет о социальных сетях, люди говорят, что должен быть какой-то там костяк активных пользователей, потому что вот та группа людей, там, не знаю, сотен, тысяч, миллионов, смотря какой объем у продукта посетителей, которые стабильно в сети пребывают, стабильно там генерируют какой-то новый контент, движуху, и, в общем-то, обеспечивают ежедневное функционирование проекта. И задача была именно направить все силы на то, чтобы организовать для людей такие вот штуки. Но прежде чем это сделать, нам, очевидно, нужно пришло продукт запустить и хоть как-то его начать подавать пользователям, пускай хоть какую-то там бета-версию, там, свежий продукт, который там, в который будут постоянно прикручиваться разные новые прикольные штуки и так далее. Начался еще более страшный аврал к концу осени, когда мы привлекли нашего специалиста по юзабилити, по интерфейсам, который работает в компании, и она сидела и фактически пересматривала, перерабатывала абсолютно все интерфейсы, абсолютно все внешнее представление контента так, чтобы оно было интересно и гармонично для людей. Люди, опять же, сидели и работали сутками, чтобы все это переработать. Там, как я только что упомянул, не удерживались уже менеджеры проектов и начинали придумывать какие-то новые хотелки, новые штуки, потому что, получив новую директиву от руководства, они сразу начали думать, а что бы нам еще вкрутить, что бы нам еще добавить и так далее. И это вот начало на расстое такой снежный ком. Но приходилось сильно с людьми ругаться, ставить четкие какие-то вот, не знаю, точки, это мы делаем, это мы не делаем и к этому уже приходить. И, собственно говоря, все-таки более-менее к концу года мы этот проект, мы эту стадию проекта вымочили и продукт был запущен. Он был запущен в паблик, да, у него была куча проблем и, собственно говоря, еще как-то по традиции несколько недель была борьба с постоянно возникающими багами и какой-то вот, не знаю, самый такой, пожалуй, что ли, один из самых тяжелых периодов в жизни проекта, потому что вот ты запустился, думаешь, что у тебя все хорошо и замечательно и протестировано, но по факту там еще тонна невероятная всяких разных проблем. Эти все проблемы здесь начинают всплывать у свежих пользователей, которые только пришли на новый продукт, которые могут быть в нем потенциально наиболее заинтересованы и терять такую аудиторию из-за каких-то, не знаю, проблем с тем, что система не работает как надо тоже очень глупо. Поэтому это тоже был постоянный мониторинг, постоянное решение проблем, постоянные какие-то, не знаю, авралы там полуночные или еще что-то. В общем-то, проект был выпущен, был какой-то вот, была поставлена пауза и дальше было принято решение вообще думать, что и как делать дальше. Тут просили где-то вот в районе 50 минут сделать перерывчик, поэтому я думаю, что мы на это на 2-3-4 минуты прервемся, с камерой, еще с чем-то и вскоре, я думаю, продолжим. Разработчик может держать в отдельные ветки какие-то наработки и между ними переключаться, поэтому если у человека идет одновременно в работе 2-3-4 задачи, это нормально в коммерческой разработке, то он может независимо между ними переключаться. Ну и в общем-то некоторая идея была такова, я сейчас пытаюсь ее изобразить. Отсутствующие способности к рисованию, для тех, кто отсутствовал, просто коллеги спрашивали про вообще рабочий процесс, как работать с ГИТом, я вот так, условно, на примере того, как это было в проекте, когда мы попытались все это систематизировать и привести в порядок, вот была придумана условно такая вот, ну даже не придумана, позаимствована такая вот модель работы с ГИТом, достаточно такая простая и банальная в своем применении, но она просто работает. Суть в том, что есть некоторая такая вот ветка условная, которая называется там девелоп или девелоп то есть в ней лежит весь какой-то код, текущий код проекта, который считается там проверенным, стабильным, но еще не вышедший в продакшенах, в боевые условия. Эта ветка, она является основной для разработчиков, корневой, и каждый разработчик это должен, я не знаю, придя с утра сделать гитпул и скачать себе свежие изменения, там, и уже если он начинает какую-то новую задачу, он должен переключиться на этот девелоп, актуализировать его и от этого девелопа уже создать отдельный бранч. Вот, у меня он здесь подписан как feature branch, то бишь какая-то фиша или функциональная возможность, которую он разрабатывает. То бишь, ну не знаю, пришла там я ему хотел прикрутить аутентификацию через какую-то другую социальную сеть, и он делает там ветку от девелоп и называет там feature, я не знаю, вконтакте authentication и начинает с ней работать. Вот, он работает в этой ветке, он в ней тестирует, он в ней проверяет и если все хорошо, то эта ветка потом сливается или используя уже принятый термин мерджится от слова merge слияние, объединение с исходной веткой девелоп. Соответственно, девелоп это считается код, который стабильный, но его надо проверить в предпродакшене, в каком-нибудь тестовом окружении. Соответственно, дальше уже этот код выкатывается на то самое тестовое окружение. По тестовому окружению имеется в виду какая-то такая копия боевой системы, которая работает с данными приближенными к боевым, но и никак не связана вообще с продакшеном. То есть, задача такого тестирования выловить какие-то косяки, как правило, в этот момент приступают к участию тестировщики, которые уже проверяют тот продукт, который разработчик считает законченным, и ищет какие-то проблемы, которые обычно всплывают уже в продакшене. Это неизбежно. Соответственно, если эта ветка проходит тестирование, то потом создается отдельный такой релизный брач с релизом свежим от девелопа, и он уже мерзится, сливается с параллельной веткой, которая называется мастер. мастер — это ветка, из которой уже идет автоматическая выкатка на боевые сервера. Выкатка может быть автоматическая каким-то инструментарием, она может быть ручная, специалистами, которые занимаются выкатками, это обычно делается или релиз-инженером, если такой человек есть в компании, или ведущим разработчиком, техническим руководителем, как правило, кем-то ответственным, если процесс построен нормально в организации. Соответственно, из этой мастер-ветки потом, как правило, делается какой-то снимок боевого кода, отдельная версия, и на нее переключается каким-нибудь симлинком или чем-нибудь подобным боевая система. Это позволяет быстро и оперативно все это дело выкатить на N-ное количество машин, если их действительно N, и это позволяет при необходимости быстро откатиться, переключившись на предыдущую версию. Ну и в принципе сама функциональная возможности гита позволяют при мерже релизной ветки в мастер проставить какой-нибудь тег с номером релиза или там описать, что входит в релиз, то есть получить достаточно хорошую отчетность, которую можно потом как-то просмотреть, почитать, поревьюить код и так далее. Соответственно, вот такая основа была рабочего процесса, то есть то, что было предложено людям для совместного использования, может быть, имело какую-то вариативность, я уже, честно говоря, точно сейчас не помню и не могу где-то ошибаться, но идея она такова и лежит более-менее в основе любой модели разработки, которая строится на основе гита. на тот момент мы, насколько я помню, более-менее ограничились только такой моделью и автоматизированным деплоем, у нас не было каких-то сверхъестественных вещей для проведения командного кода-ревью или еще что-то, все это делалось, как правило, вручную, после того, как разработка задачи заканчивалась, тестирование заканчивалось, код проверялся, вычитывался вручную ответственными людьми и только потом он отправлялся в бой. Так мы, собственно говоря, и работали какое-то время до конца года, когда продукт был завершен. Потом сложилась уже такая ситуация, что люди все были очень вымотаны, очень уставшие и по большому счету никому не хотелось работать больше над проектом, потому что мы его запустили, мы его продукт в продакшн, теперь не ясно что с ним делать, поскольку учредители задали новое направление и надо дальше как-то развиваться. Соответственно, вторая была проблема в том, что прошел год, а продукт только выпущенный, понятное дело, что выхлопа с него ноль, что коммерческого, что какого-то там, я не знаю, некоммерческого, какого-то другого, не знаю, какой-то имидж отсозданного продукта или еще что-то, то есть работающего предстояло очень много, но очевидно, что терпение у людей, которые вкладывают деньги, заканчивалось. Поэтому была поставлена такая, вы знаете, была организована третья итерация, в рамках нее было поставлено, что вот мы наймем новых свежих людей в проект взамен тех, которые уже делали и устали делать продукт, привлечем туда компетентного технического руководителя, поскольку я уже тоже не мог сидеть и круглосуточно оврались в этом проекте, у меня слишком много других обязанностей и задач, и поставить задачу коммерции, составить какой-то большой список функциональных фич, которые надо сделать для того, чтобы именно создать продукт привлекательный для общественности. Ну, когда речь идет о социальной сети, то сразу понятно, что такие вот вещи типа там шаринга, кросспостинга, бейджики с какими-то достижениями, ачивками, такие вот штуки, там, не знаю, обмен контентом и все то, что позволит людям больше совместно общаться и генерировать всю социальную движуху. Опять-таки, сели думать, думали, 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 придумали, там, какое-то количество фич, которые нужно реализовать, их там, по-моему, было штук 11, если не ошибаюсь, из них 7, более-менее крупных, и это все дело было вот так вот выграверено в какой-то задачи в RedMoney и там, более-менее, висело до самого конца. по которому люди и работали. Был нанят, человек уже работал в компании, он был очень компетентным техникультом, он занимался некоторым отдельным продуктом, его, собственно говоря, привлекли полностью руководить данным новым, разработкой данной социальной сети. И, в общем-то, человеку он пришел и вывел техничку на еще более качественный уровень. то есть он ввел автоматические проверки, форматирование, автоматизирование, тестирование, он ввел командное ревью с использованием интересных, нормальных, таких графических инструментов, которыми могут пользоваться разные люди. И тем самым он создал какую-то вот даже, не знаю, конкуренцию внутри проекта, в смысле, что разработчики могли видеть, что они делают, понимать, кто работает хуже, кто лучше и как-то стремиться к профессиональному развитию. На мой взгляд, в начале этой самой третьей итерации качество разработки стало еще выше, контроль был полноценный, поскольку человек был отдельный, он стопроцентно жил в этом проекте и он мог позволить себе с утра до ночи проверять все до последней строчки кода и не пропускать ничего подозрительного или кривого в продакшен. И как бы человек при этом обладал, что тоже очень большая редкость очень хорошими навыками именно планирования, прогнозирования, вплоть до того, что он более-менее умело выстраивал диаграммы по затрату времени на задачи, закладывал риски на какие-то неприятности и по срокам он умудрялся справляться с этим. Ну и в общем-то люди начали работать, решать задачу за задачей, выкатывать все это в продакшен и задачи, менеджер в тот момент была используя функциональные возможности проекта текущие и создающиеся, а также используя какие-то сторонние средства привлечения активности в проект, я не знаю, привлечения трафика, рекламу, какие-нибудь там посты в блогах тематических, еще что-нибудь, рассылки, классические такие вот все средства, которые есть в запасе у современного интернет-маркетолога. Это задача была привлекать народ, генерировать движуху и подогревать интерес до тех пор, пока аудитория не сможет своими собственными силами этот интерес подогревать. И в общем-то это все дело продолжалось более-менее до первого июня. Первый июня была поставлена такая вот точка как-то невозврата, точка оценки, когда мы возвращаемся к продукту, мы оцениваем его на предмет эффективности и принимаем решение, быть или не быть. Надо понимать, что такие критерии не были сугубо коммерческие, то бишь, такое-то количество активных пользователей в сотнях тысячах, такое-то количество ежедневного траевка, такое-то количество статей, постов и прочей фигни, если так утрировать. И к этим задачам нужно было приходить. Соответственно, задача коммерции была продумать все решения всех задач технических внедрений новых фич, так, чтобы это все как-то более-менее гармонично реализовать. К сожалению, получилось так, что у людей по-прежнему не было какой-то цельной концепции о том, что я себе должен представлять проект, и в какой-то момент стало уже достаточно сложно вести разработку, потому что сами разработчики понимали, что есть какое-то разброды шатаний или непонимание, что именно проект должен делать, для чего та фича делается или это. И это на самом деле очень опасно, поскольку всегда подрывает моральный дух у разработчиков, которые вкладываются полностью в проект. И это может привести к печальным результатам. К счастью, несмотря на такие вещи, у нас как-то вроде народ в этом смысле удерживался и ввел себя достаточно в этом смысле профессионально, в том смысле, что понимал, что всякие проблемы неудачи бывают, но это не повод забивать на качество разработки или делать продукт, который не является не соответствующим каким-то техническим стандартам. А они уже за полтора года выросли очень высоко. И что стоит вообще отдать должное всем людям, которые работали в проекте, несмотря на постоянно возраставшие требования к качеству разработки и требования к качеству производимого продукта, скоростью в принципе не сбавлялась. Если вначале сидел полтора человека и полгода мучил о странице регистрации, то вторая команда за полгода выпустила полноценные продукты, а третья команда еще за полгода смогла его качественно развить технологически, при этом не сбавив планку качества. Это говорит о том, что в принципе в рамках коммерческой разработки, там где идет очень безумный процесс развития, очень интенсивное появление новых отделок можно выдерживать нормальные правила разработки и какие-то подходы к разработке, но это все очень сильно зависит от того, насколько люди вообще замотивированы в том, чтобы работать качественно и системно. Мне в этом смысле работа над проектом понравилась, потому что удалось самому в этом убедиться на практике, особенно после того, как у меня был еще один печальный опыт с проектом, это была рекламная сеть, и там тоже проект прошел через такие три итерации, только там за три итерации сменился в три раза коммерческий состав, и в какой-то момент там уже была настолько хорошая, правильная и интересная архитектура, что мы банально не успевали внедрять новые фичи с нужной скоростью, чтобы успевать за рынком, поскольку конкуренты были простые, написанные на коленке системы, они делали фичу за день, а нам нужно было это все грамотно вписать в нашу архитектуру на 20 серверов, это у нас занимало неделю-полторы-две. Ну, очевидно, что мы тогда не справились, проект загнулся, и я тогда сделал вывод, что, вероятно, это невозможно построить идеально хороший технический продукт в условиях такого стремительного роста. в этот проект меня несколько переубедил и продемонстрировал, что каждый раз такая разработка различается, и делает много своих факторов, которые могут повлиять. в данном случае повлияла именно несостоятельность концепции или невозможность неумения ее довести до ума. И вообще сама по себе идея строить социальную сеть уже в наше время какая-то совершенно гиблая, потому что нужно очень сильно умудриться придумать какую-то такую уникальную штуку, которая зацепит большое количество людей своей уникальностью, потому что придумали уже много всего. И, собственно говоря, на этом все печально и закончилось. В начале июня были подведены итоги, по техническому отделу выяснилось, что мы более-менее с условной задержкой на неделю полторы срок и поставленные задачи на полгода были выполнены. По оценке коммерческой эффективности продукта стало ясно, что те показатели активности, которые ожидались внутри сети, они не были достигнуты, и там какая-то происходила такая очень, я не знаю, очень маленькая и скромная движуха, которая сложно было как-то дальше оправдать. Как я коллегам уже объяснял, штат был очень большой к тому времени у людей, у разработки, у продукта. Одних разработчиков, только мы только что считали, на перерыве оказалось в числении один технических специалистов, было человеком 4-5, которые разработкой самой сети, было 2 человека, которые занимались разработкой смежного продукта, это приложение для мобильных устройств, были консультанты по базам данных, были седмины, были дизайнеры, были внештатные верстальщики, собственно говоря, была сама коммерция, и какие-то люди, которых они не привлекали копирайтеры, блогеры и так далее. То бишь очень-очень большие деньги выливались в этот продукт ежемесячно. И понятное дело, что когда спустя полтора года никто не увидел хоть какого-то положительного результата, было принято решение, что мы перестанем вкладывать деньги в этот проект в таком объеме, и попробуем ресурсы перекинуть какие-то новые, что называется, горизонты более интересные. И в конечном итоге так все и произошло. Коллектив на 90% распустили, всем людям предложили занятость трудоустройством в каких-то других проектах компании, оставили, сейчас, условно говоря, система работает в таком режиме анабиоза, выжидания, ее условно поддерживает минимальная количества людей, но никакого активного развития не происходит, и я уже, честно говоря, не думаю, что оно когда-нибудь произойдет, по крайней мере, в рамках нашей компании. И, в общем-то, на этом все печально и завершилось. Это, как сказать, такой вот, что называется, печальный оказался результат, и из него тоже были сделаны какие-то соответствующие выводы, но это, как сказать, к тому, что даже если разработка ведется максимально идеально, она не всегда гарантирует успешность продукта. Даже если сама компания занимается разработкой как основным ремеслом, даже если большее количество людей, которые заняты в проекте, являются техническими специалистами, это не всегда гарантирует успех, порой даже наоборот. вот, собственно говоря, это такой, не знаю, небольшой, что ли, рассказ получился, я чуть-чуть говорил, думал, что он подольше у меня затянется, может быть, у кого-то какие-то вопросы есть, или еще что-то, ну, или вообще на какую-то несвязанную тему, которую хотелось бы обсудить, послушать, поскольку я так, в принципе, уже более-менее рассказал, что хотел, уж не знаю, сколько оно там было бы учительно-познавательно, спросить или уточнить, какие-либо подробности узнать, или, может быть, у вас есть вопросы по нашим занятиям, да. А технологии ты, собственно, менялись или чисто менялся? Менялся в основном код. Как я говорил, вначале был большой бардак с технологией, в частности всяких хранилищ, типа MySQL, Sphinx, Hadoop, Memcash, это все было спилено. Сейчас в проекте работал и работает один только постгресс из хранилищ данных, который и данные хорошо хранит, и кэширует хорошо, и полнотекстовый поиск хорошо умеет, в общем-то все задачи решает. Что касается кода, я сказал, изначально продукт писался так, что все писалось на Ruby, должна была быть некоторая, ну, собственно говоря, сам интерфейс социальной сети написался на Ruby, и должны были быть какие-то фоновые обработчики, которые тоже писались на Ruby. Но эта идея не понравилась, поэтому фоновые обработчики мы выкинули и более-менее всю фоновую обработку, там какие-то парсинги, сборки, аналитики, все было написано на PHP. Это было вызвано тем, что у нас есть люди, которые умеют это компетентно делать, и есть очень большая база стабильного хорошего кода, которые умеют это делать с мониторингами, с запускаемых инструментов, автоматической аналитикой, с хранением логов. То есть фактически мы это решение было принято, чтобы очень сильно снизить затраты на разработку, взять технологию, которую мы умеем использовать, и взять инструменты, которые мы уже проверили. Это такой вот, не знаю, пожалуй, очень важный критерий при выборе, я сказал, технологий. В остальном больше ничего не изменилось, и то, что используется, то и до сих пор используется. Никаких там больше дополнительных штук нету. Ну, сколько я помню, там уже, когда пошла третья итерация, когда мы начали придумывать всякие фичи, типа реал-таймового упомления людей о том, что там что-то изменилось, или пришло сообщение, или там ваш пост прокомментировали, для таких вещей, по-моему, там прикручивался Node.js, для использования с помощью технологии веб-согетов, чтобы организовать тут все реал-таймовость и асинхронность. То есть, ну такая идея экспериментальная, но там решили попробовать, и оно в тот момент работало. Какие-то штуки там еще применялись чисто уже такие, знаете, сугубо серверные, типа там проксирование данных между Nginx-ами там особыми способами, чтобы обеспечить отдачу централизованную с разных серверов. Ну это уже такие частности, к которым мы уже пришли в ходе разработки. А костяк технологически остался одним и тем же, и в общем достаточно банальным и простым. Ну смотри, любой фид в социальной сети, вот традиционная такая проблема, когда люди начинают делать фид в социальной сети, они сразу думают, что там нужно, я не знаю. Хранить все и вся, и кто-то это будет читать. По факту, никто эти фиды не читает за пределами первых двух страниц. Поэтому основная, самая простая идея, которая позволяет совершенно легко хранить эти фиды в революционной базе и даже их не кэшировать ни разу, это делать некоторые партиционирования. Все должны быть некоторая такая горячая таблица, в которой хранится условно говоря фиды пользователей за день, за два дня, которые с большой вероятностью просмотрят и успокоятся. А в других таблицах, более объемных, таких так называемых холодных, хранятся уже более старые фиды. И это обеспечивает тот факт, что, я не знаю, 90% пользователей приходят, просмотрят две страницы и успокоятся. Они будут читать это с маленькой, небольшой таблички, это, к примеру, горячий hot table, которая очень намертво висит в памяти база, в частности, паз греса, и поэтому дается оно фактически как из кэша, как из памяти. Она с дисками не тягается, поскольку всегда висит в кэше базы. И это, в общем-то, идея фида, которую мы сделали. И какие-то определенные типы данных, которые в ней хранились, типа метаданных, вот такие вот вещи, там, не знаю, кто, кому, зачем запостил, они складывались реализованно в такие вещи, типа поле h-store. Это фактически ключ значения в пазгрессе, который индексируется. И это позволяло, скажем, немножко денормализовать саму ленту, в том смысле, что не делать, какие-то джойны многоэтажные, вот хранить все указатели на сущности прямо в записи с конкретной новостью в фиде, и потом по этим ID делать простые элементарные запросы к другим таблицам по первичным ключам, вытягивать, не знаю, информацию об авторе, дату поста, еще что-то, такие вот вещи. Собственно, еще уточнение. Храница общая партянка фидов или для каждого пользователя создается свой фид? Просто допустим всякие в фейсбуке и в твиттере и, по сути, если ты добавляешь пост, они фигачатся эти посты в ленте соответственно внутри них твоих друзей. Там, во-первых, она общая, во-вторых, для этого делалось специально такой вот, если я не ошибаюсь, подход к синхронной обработке. Когда такое происходило, то задача на пост она складывалась в синхронную очередь. И были обработчики фоновые, кронджобы, которые более-менее реал-таймово разгребали эту очередь, и, я не знаю, куда-то ее кросс-постили или публиковали в социальные сети или рассылали на почту. То бишь, это никогда не делается онлайн-ово. То бишь, вот есть очередь, ее разгребают там 1, 2, 3, 5, 10, 20 обработчиков и все это дело в параллели обеспечивают. То бишь, надо понимать, что любая сдача социальной сети, она не является как-то строго реал-таймовой. То бишь, нет такой потребности, чтобы все было в реальном времени, онлайново и в ту же секунду. То бишь, это не торги на бирже, это не денежные операции. Поэтому, если, я не знаю, у пользователя запостил что-то в свой фит и надпись в твиттере, репост в твиттере появится через 3 секунды, это приемлемая задержка. То же самое касается поисковой вещи. Поскольку у нас было очень много полнотекстового поиска, то мы придумали такую архитектуру. У Пасгресса есть свои, собственно говоря, поисковые движки, очень эффективные. И мы что делали? Мы когда появлялись какие-то новые сообщения, мы тоже складывали сообщения в отдельную очередь, которая была предотначена для такого инструмента. Он брал эти сообщения, он преобразовывал их в формат, понятный для полнотекстового поиска, и складывал в отдельные специальные таблицы, которые лежали в отдельной схеме, и из них уже ввелся полнотекстовый поиск. Для чего это делалось? Для того, что если поиск начнется слишком сильно загружать основную базу, а он может это сделать, поскольку задача поиска и задача какого-то онлайновые транзакционные нагрузки, записи в базу и так далее, они несколько не сочетаются между собой и могут другу мешать. Поэтому с такой архитектурой мы могли вполне безболезненно взять отдельную железку, базу, и просто весь этот процесс через очередь направлять на нее, и складывать туда, синхронизировать все, что нам нужно для полнотекстового поиска. Ну, это, опять же, тот же самый consideration, который лежит в том, что нет необходимости, чтобы там что-то появлялось в поисковом индексе в ту же секунду. Это невозможно и нереально. Поэтому такие вот небольшие оптимизации, уход от синхронной модели к синхронной, они позволяют построить достаточно сложные технологические штуки, типа фидов или еще чего-то, вменяемое и без применения каких-то космических технологий на пустом месте. А что касается фидов, отдельных пользователей, они все хранились пока что консолидировано в одних таблицах. То есть там не было профессионирования, я не знаю, по айдишникам пользователей еще почему-то. Мы старались этого избегать, поскольку тогда возникли бы традиционные больные штуки социальных сетей, типа вот пользователь А лежит в таблице 1, пользователь А лежит в таблице 2, он сделает между двумя таблицами джойн. И таких джойнов нужно делать по целому кластеру таблиц. Это всегда крайне неприятно. Поэтому мы старались все-таки от этого подхода уйти. Во-первых, есть способы проксирования, которые позволяют этого дела избежать, делать это прозрачно. Типа PL-прокс есть такая штука в подгрессе, которая умеет прозрачно по специальной хэш-функции распределять данные по таблицам, по базам. А во-вторых, у подгресса есть очень вменяемая партиционирование таблиц. Потому что у тебя есть одна мастер-таблица и у нее делается N дочерних. И подгресс автоматически сам по диапазонам индексов лезет в нужную таблицу и извлекает нужные данные. Тебе не нужно руками переключаться между партициями. Поэтому стратегия была такова, что если нам будет, грубо говоря, не хватать одной горячей таблицы, то мы начнем таким образом горячую таблицу партиционировать. Именно таким вот наследованием таблиц, а не созданием отдельных шардов. Это позволило бы опять же иметь высокие... То есть предполагается, что горячая таблица и, соответственно, таблица с лизерами на одном севере? Ну да. Но надо понимать, что если тебе можно масштабироваться по северам, то в первую очередь у тебя масштабирование идет по по чтению. Масштабирование по чтению в пастгрессе это подстановка реплик, как называемых стендбаев. Они обновляются все в реальном времени, очень быстро, там, задержки миллисекундные и на такую архитектуру можно, ну, легко балансировать даже огромные нагрузки на чтение. А записи все так же все равно идут асинхронно через очереди в мастер. И это обеспечивает приемлемую реалтаймовость, как практика показала. Даже в критичных задачах типа показывает интернет-реклама. И такой кластер, условно говоря, из трех пастгрессов при условии, что база помещается в память, то можно обслуживать, я не знаю, сотни миллионов запросов в сутки. То бишь, ну, это нужно иметь очень-очень популярную социальную сеть, чтобы добраться до таких объемов. Поэтому основная наша идея была именно в том, чтобы избежать как-то таких традиционных архитектурных подходов к построению социальных сетей, которые традиционно болезненные, и попытаться сделать исключительно средствами базы продукт, который расширяем, используя наш опыт в построении, скажем так, в решении задач, которые похожи по стилю, но далеки в целом от стальной сети. Поэтому это то, что мы пытались сделать. На момент работы проекта это получалось. Но, опять же, не могу сказать, что мы столкнулись с большими нагрузками или какими-то страшными вещами, и нам удалось на практике опробовать все эти решения. Поэтому, может быть, мы в чем-то и ошиблись. Это тоже не исключено. Как тут реализован механизм, когда он перебрасывает соответственно криент-промехе и, допустим, не в горячих облицах, как он понимает, что будет достать из архива то есть некоторые пользователи не слишком часто заходят и не слишком угодно. Ну, смотри, тут несколько подходов. Я точно не помню, какой из них именно был реализован. Я могу лишь тебе сказать, как это можно сделать. Вариант один это тупо залезть в холодную таблицу и параллельно положить задачу на то, чтобы оно сложилось в горячую. Что касаемо доступа, можно сделать какой-нибудь не знаю, вью, который лезет сначала в одну, ту, в другую, либо написать какую-нибудь там хранимую процедуру, которая тоже самое делает. фактически это последовательная ходилка сначала в одну таблицу, потом в другую. И можно тоже применить профессионирование и подцепить отдельно холодную и отдельно горячую таблицу к ней. И у тебя по умолчанию пасгресс сам будет идти сначала в горячую, если там есть результат, он их вернет. Если там их нет, то он сходит в холодную, поскольку он видит следующую дочернюю таблицу и из нее вернет уже данные. То есть тут тоже возможна вариативность. Какой-то еще был вопрос про сервера или что-то такое. Так сходу даже и не вспомню, по-моему, то ли 4, то ли 5. Вова, ты не помнишь, сколько там сейчас было железо? На момент, когда проект не было больше, там еще статики взяли. А, статики? Да. Там, собственно говоря, была балансировка, там были железки под статику, либо одна, либо одна, по-две. И, я, честно говоря, помню, жили ли код и база на одной железке в тот момент или на двух разных. Ну, по-моему, на двух разных, если не ошибаюсь. Поэтому, если не ошибаюсь, 4 железки точно было. И это тоже как бы считалось, знаете, вот как бы вот бюджеты поджимает. Это, к слову, о реалиях отечественного стартапа. То бишь, обещают много, но по факту денег не хватает на большой. Да. Вы потратили кучу времени и, соответственно, получается больше года только на 100 дня. Ну, условно говоря, фототипы, да. Условия стартапа имела ли смысл взять, допустим, СМС-ку? Ну, построить социальную сеть на СМС-ке, это, как сказать, это нужно сильно постараться. если у тебя это получится, то я не знаю. Нет, но у тебя есть узконаправленные СМС-ка, если бы поход всегда называются на СМС-ке. Ну, смотри, сделать-то, конечно, можно и очень быстро, но проблема в том, что ты потом будешь очень долго и тщательно огребать в продакшене с этой СМС-кой. Потому что будет всплывать много косяков, проблем, толкостей, и ты совершенно не знаешь, как с этим продуктом жить. А если тебе хоть коммерция и пообещает, когда ты будешь делать, да? Типа, вот, мы сейчас запустимся, сделаем первый релиз, потом все параллельно сделаем по уму, перепишем на свою систему. Вы никогда это не сделаете. Вы будете до гроба жить с этой СМС-кой и передачи на свете. Это никогда не работает. И эти обещания никогда не сбываются. Поэтому для построения столь сложного продукта я бы не стал брать что-то готовое, чревато. Потому что все равно придется допиливать и подкручивать под специфику, под бизнес-логику задачи. Она очень-очень своеобразна. То есть там приемлемый способ ускорения это там, я не знаю, взять фреймворк типа Ruby on Rails, который позволяет быстро производить этот самый rapid development. Прости, Господи. И как-то стараться сэкономить на таких вещах, а не на архитектуре и еще о чем-то. По факту, да. Мы потратили год на прототип. Это связано с тем, что полгода было потрачено на вообще хрен знает что. Но я так, честно говоря, не понял, что там произошло за эти полгода, кроме страницы регистрации и каких-то было партеров на тысячу строк, которые никто не знал, как работает, включая человека, который их написал уже спустя четыре месяца всего лишь. Поэтому все пришлось выкинуть закопать. А потом, ну, фактически, мы, может быть, за три-четыре месяца более-менее с нуля сделали этот продукт. То есть это уже нормальный приемлемый срок с нормальной компетентной командой, которая знает, что делает, с более-менее нормально поставленным процессом. Это нормальный срок. Если бы мы выпустили сразу за четыре месяца такой продукт, а не потеряли полгода перед всего на первой итерации, то тогда у нас было бы больше шансов и больше времени на то, чтобы раскачаться, напилить всяких ненужных бесполезных фич, которые всем нравятся, и получить какой-то выхлоп. А тут, по факту, год разработки, ноль результата, и денег потрачено много учителей негодуют. Поэтому, как я и сказал, эта самая первая итерация, она сразу первая гость в кружку гроба и забила. По большому счету. Собственно, весь вопрос о том, что не все же получают сразу деньги и способны получить какие-то... Собственно говоря, более-менее какие-то деньги получают все. Да, есть, конечно, отдельная категория стартапов, которые там делаются, не знаю, в гараже или еще где-нибудь, условно говоря, и потом выстреливают. Но по факту сейчас этот рынок работает так, что есть какие-то люди, которые имеют идею, и, может быть, имеют какой-то прототип, они ищут инвестиции. И если эти инвестиции приходят, то это какая-то, условно говоря, фиксированная сумма на фиксированный бюджет, на фиксированный срок и делают, что хотите, там, не знаю, можете хоть в Дубае свидать и все прогулять за два дня. Но вычислить там через одно количество дней должны на оставшиеся деньги продукт. Работающие там, это уже зависит от конкретных условий сотрудничества инвестиционной компании инвесторов с людьми, разрабатывающими проект. А что касается технической компетенции и так далее, ну да, ты прав, тут повезет, не повезет. Если люди сами могут организовать себе вменяемую разработку, если инвесторский какой-то там как компания не поставляет таких скиллов, то им повезет. Если не могут, то им не повезет, скорее всего. И деньги закончатся, и они распрощаются с инвесторами. И все. Ну, у нас ситуация несколько не такая, у нас есть технические скиллы, и мы все-таки предпочитаем пытаться вкладывать деньги в то, что хотя бы в теории можно как-то запуститься. Поэтому мы стараемся участвовать в жизни проекта. Ну, и как бы и тут, как видишь, тоже не без это, не без ошибок. То есть, если бы мы начали вменяемую сразу делать в самом начале, то, может быть, что-то и получилось. А так, увы. А можно посмотреть какие-то слайды которые готовят? Посмотреть-то можно, но там будет, условно говоря, какая-то вода мной налитая в отчаянии, потому что я, если честно, собирался нарисовать это все дело в понедельник-вторг, в понедельник у меня случился там некоторый кризис рабочий, я его весь провел в кризисе. Во вторник я сел технические работы начиная с 4 утра, которые я ожидал в 10 закончить и потом спокойно посвятить время рисованию презентации. Но технически работа затянула, железо накрылось, и нам пришлось на отдельном железе поднимать с нуля сервис системы, поэтому мы закончили только часов 8 вечера. поэтому я уже был нигде способен рисовать презентацию, поэтому я решил, как сказать, сырой презентации ваш не мучить. Так что я, конечно, могу тебе скинуть, расшарить, там, не знаю, может, какое-нибудь сакральное здание я и умудрился занести, но сильно в этом сомневаюсь. Проектирование? Ну, как тебе сказать? В принципе, да, но проектирование такая штука, она, как сказать, вырисовывается в комплексе, когда человек работает над большим количеством проектов. То бишь, ты поработал над продуктом, ты увидел, что сделано в нем не так. Ты запомнил, что это тарелать нельзя, и ты на следующий итерации делаешь лучше. И, в общем-то, то бишь, я скажу, что я вот, прости там книжку вот этого товарища, и ты, в общем-то, станешь хорошим проектировщиком. Это такая совокупность скиллов. Во-первых, ты должен хорошо представлять инструментарий, с которым ты работаешь. Если это база данных, ты должен знать, как эта база данных работает, какие у нее есть функциональные возможности, как в ней устроена религиозная логика, какие у нее есть фичи, которые можно применить, чтобы решить те или иные задачи. Во-вторых, это именно задачи как-то вопрос разработки. Какие технологии, какие могут быть проблемы с ними, как делать нельзя те или иные задачи, как делать можно. Поэтому, в принципе, да, можно почитать книжки по теории баз данных, чтобы понять, как они работают. Можно почитать какие-нибудь книжки типа паттернов проектирования, только сильно не увлекаться, чтобы понять там какие-то типовые решения, какие бывают. Но, вот в моем представлении, все-таки, проектирование – это что-то такое, что, если накопленный опыт, то ты его применяешь, чтобы решить какую-то задачу в предметной области. Поэтому я, к сожалению, затрудняюсь назвать какую-то такую одну волшебную книгу, которая всему научит. Это, к сожалению, такой процесс, в котором нужно идти. А используя какие-то такие периферийные вещи, как трист, я не знаю, плен-ринги какие-то, они помогают избежать? Ну, как бы я сейчас уже такие вот совсем точечные штуки, которые надо рассматривать уже в контексте какой-то предметной задачи. Ну, кому-то да, они помогают, кому-то нет. Это зависит от задачи. Если есть какая-то задача, где там нужно все это эффективно будет рисоваться в древовидной структуре, и ты сможешь это все как-то потом, не знаю, эффективно обходить или еще что-то делать, то да, это поможет. То есть, если ты знаешь, скажем, варианты реализации деревьев и их хранения в базе данных, то ты можешь, используя это свое знание, принять решение, как лучше сделать иерархическое меню или еще что-нибудь на твоем ресурсе, учить какую-нибудь специфику и подумать, что лучше взять. Материализованные пути или Nested Sets или еще что-нибудь. Но, опять же, это все очень точечно и за пределами конкретного кейса бесполезно рассуждать. Это все равно то же самое, что брать паттерны проектирования и пихать их просто потому, что это модно и хорошо. Или, не знаю, когда программисты приходят и думают, что плохой проект это написанный в процедурном стиле, а если мы применили объекты, ориентированные подходы или мы применили классы, как любят говорить программисты, значит, что станет хорошо. Как правило, не факт. Лучше не станет. Потому что это уже, как сказать, искусство ради искусства. Монетизация какая-то все-таки была. Чего? Монетизация какая-то была. Монетизация. Ну, можно сказать, что ее не было. По большому счету. То бишь, источники монетизации были прикручены, они что-то там, может быть, какую-то копейку принесли, но потом от них отказались, пользу работы над аудиторией. И поэтому нет, проект ни грамма не заработал, я думаю, ни копейки. Вот. Народ, собственно говоря, когда я предлагаю уже завершить, дел истинный. Чтобы вас тоже не задерживать, всех хочу поблагодарить за то, что вы, так сказать, одни из немногих, которые дошли до конца, я надеюсь, что какое-то там полезное знание для себя вы почерпнули и какие-то, я не знаю, может быть, понимание чего-то у вас появилось. Опять же, проитерирую, что вы всегда можете мне писать, задавать вопросы и продолжать заниматься, решать задачи. Я буду вас с удовольствием консультировать в силу своего наличия свободного времени. Ну и, соответственно, тогда я думаю, на этом хочу какую-то поставить что-ли точку на данный момент. Как я и говорил, сейчас это серьезное ферильное заведение открывается на переезд, и я думаю, что после переезда у нас тут тоже будет отдельный сегмент в новом помещении ключа. Я думаю, что мы тоже какое-то более масштабное учебное мероприятие будем организовывать от лица 404 групп. Скорее всего, будут привлекаться какие-то другие специалисты из нашей компании и будут рассказывать всякие разные интересные вещи, чтобы не я один тут приезжал к этому. И, ну, дел будет каждую среду. Так что, как это, знаете, как говорится с литином объявлениями и так далее, я думаю, что где-то вот, ну, наверное, к концу сентября объективно это все начнется, не раньше, и будет как-то в формате продолжаться. Так что, спасибо, и, в общем-то, задавайте вопросы пока еще здесь. Ну. Спасибо. 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 . Спасибо. 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 .